Привет всем, с вами профессор Гуглов. Недавняя презентация была одной из самых коротких и не слишком впечатляющих. Был представлен новый айфон, который назван SE. Он, конечно, новый, но не совсем. Скорее, он приходится братам айфону 6s, если говорить о возможностях и производительности. А выглядит как дядя, так как практически повторяет дизайн айфона 5s. Его размер отлично подойдет людям с маленькими руками и поместится в карман тесных брюк. Кстати, продажи стартуют уже сегодня. Начальная цена 399 долларов. iPad Pro уменьшается, теперь Apple предлагает версию топового планшета 9,7 дюймов. Начинка та же самая, что и у 12,9 версии, но этот планшет удобнее носить с собой. Помимо меньшего размера, дисплеи новых iPad Pro оснащаются технологией True Tone. Четыре сенсора измеряют свет окружающей обстановки и автоматически выставляют яркость и тон экрана. Как вы могли предположить, 10-дюймовый Pro не будет дешевым. За базовую версию 32 гигабайта придется выложить 599 долларов, а за 128 гигабайт уже 749 долларов. Новое предложение 256 гигабайт обойдется в 899 долларов. В продаже с 24 марта, а в магазины поступят только сегодня. Доступно 4 цветовых решения, в том числе розовое золото. iOS 9.3 теперь доступно для скачивания. Расширим функционал 3D Touch, заметки теперь защищены Touch ID, а новый ночной режим облегчит чтение в кровати. Он настраивает яркость и тон экрана в зависимости от времени суток. После захода солнца он настроит дисплей с холодного голубого в теплый оранжевый оттенок. Идея в том, что эта игра с цветами лучше подходит вашему суточному ритму. Как результат, вы будете лучше спать. Самое скучное, не будет обновления для Apple Watch. Только изменится цена, стартовая 299 долларов. Часы получат новые ремешки. Например, текстильные ремешки в стиле нато в неоновых цветах. Интересный факт. В мире продано более 1 миллиарда девайсов от Apple. Теперь Apple бросает огромные силы, чтобы стать максимально экологически чистой компанией. Компания заявляет, что 93% их производств и сооружений работают от возобновляемых источников энергии. Также Apple представил публике Liam, робота, специально разработанного, чтобы разбирать продукты Apple по кусочкам. Так каждая деталь будет переработана и вновь использована. Apple будет оплачивать пользователям в США доставку их девайсов на переработку. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Увидимся!